Привет, это Сафронов! Давно у меня не было никаких пушек на канале. Я тут поискал, поискал, смотрю, о, лежит, завалялась такая вот маленькая, миленькая пушка. На неё не было ещё обзора, была распаковка с кучей-кучей оружия, но тогда YouTube начал блокировать видео, там, и, в общем, никуда не выдавать выдачу про оружие, потому что там, типа, это оружие, это же, там используется игрушечное оружие, но я рассказывал. Вот, ну, поэтому была распаковка с посылкой, с кучей всяких нёрфов, из США заказывал и так далее. Вот, и это типа нёрфа, ну, не совсем, но, в общем, вот такая вот штуковина. Сейчас будем поподробнее рассказывать. Это, значит, полуавтоматический бластер, сорокозарядный, но это, несмотря на всю похожесть, это не нёрф. Сейчас мы детально его посмотрим, а потом разберёмся, как он стреляет, как он быстро стреляет, далеко. Выйдем сегодня на улицу, наконец-то, да, представляете? Наконец-то я выйду на улицу, первый раз за год. Нет, ну, судя по каналу, я имею в виду, что не было, по-моему, выезд... А, нет, на Олимпиаду ездил. Ну, в общем, вот, такой вот бластер, сейчас взглянем. Что же это за бластер такой удивительный? Бластер сам по себе небольшой. Я показал вам уже в руках его, но вы можете видеть, вот он такой компактный. По пластику он похож на нёрфовский, но чуть-чуть похуже, может быть. Но, в принципе, это у всех аналогов нёрфов чуть-чуть, может быть, похуже. Цена, они все дешевле, ну, и этот тем более. Но, к сожалению, вот по поводу цены... Я вам точно скажу, давайте в конце ролика. Ну, я помню, что он стоил очень дёшево, копейки. У нёрфов такая бы штука стоила очень дорого, там, тысяч, наверное, пять-семь. А этот, ну, гораздо-гораздо-гораздо дешевле был. Так, значит, ну, опять же, посмотрим, стоит он того или нет. Может, он там не стреляет вообще никуда. Называется Барбариан, как Варварян. Короче, Барбариан – это варвар. Да, я вначале прочитал Барабаниан. Барабариан, потому что... Ну, просто так взглянул, и такой Барабаниан. Вот, и потому что у него барабаны здесь огромные. И я подумал, что это они написали Барабаниан. Ну, было бы смешно, если бы такое название было, кстати. Классное! Для пушки с барабанами название Барабаниан. Да? Неплохо. Пластик, да, я вам сказал, по качеству чуть хуже. Значит, по цвету отличный синий пластик, белый, всё супер. Никаких косячных элементов тут нету. Всё отлично, всё классно, всё замечательно. Вот, так, сейчас чуть-чуть мы сфокусируемся вот здесь вот, чтобы вы видели. Значит, есть сверху планка для улучшений, но, походу, нету ничего для улучшения этого бластера нигде и никогда. Вот, это просто поставили сюда, потому что нерфски не подходят сюда нормально, не встают. Вот. Так что здесь забыли об этом. Происходит, значит, выстрел происходит отсюда, естественно. Взводится он с помощью вот этого элемента внизу, хвата такого. Вот. И, соответственно, выстреливают из огромных барабанов. Я говорил, что он похож на какого-то комара. Я не знаю, на какого-то смешного чувака. Смотрите. Можно вместо... Вместо головы такой вот. Как будто эти два огромных глаза и это нос. Не подумайте ничего больше. Просто глаза и нос. Вот. Но при этом выглядит довольно забавно. Можно держать, видите, в одной руке спокойно держится. Так что все ок. Не очень тяжелый бластер. Но не очень удобный по хвату. Видите, вроде сделана здесь такая вот удобная нескользящая вставочка. И вроде все должно быть здорово. Но она очень маленькая в этом проблема. Не в том, что она скользкая или что-то еще. Она, в принципе, удобная, но только под детскую руку. Вот, потому что не хватает немного размера, чтобы комфортно держать. Это тоненько, видите, вот здесь какого-то тоненькая. И вот здесь она маленькая. И сам по себе он такой вот большой, конечно, здоровый. Я бы все-таки порекомендовал им делать больше рукоятку. Ну, кто-то меня будет слушать. Хотя, не знаю. Ну, в общем, вот. Рукоятка не самая удобная, но держать можно. Вот прям вот нехватка. Берешь, и у меня всегда этот палец остается где-то не при делах. Так, вы видите спусковой крючок? Вот он, вот он, вот он. Видите спусковой крючок? Вот он, вот он, вот он. Вроде как я его нажимаю, да? Но нет. Это обман и фикция. И фигиция, можно даже сказать. То есть, его невозможно нажать. Он бутафорский. Не настоящий. Нас обманывают, друзья мои. Ну, как бы не обманывают, просто изображают, что как будто он здесь есть. Но его здесь нет. Потому что выстрел происходит, как я уже тоже показывал в одном из бластеров. Просто вот, все. То есть, мы будем стрелять, не нажимая спусковой крючок. Вот так будет происходить выстрел. Это очень плохо в плане прицеливания. Когда вы делаете вот так, у вас сбивается зачастую, ну, как бы, мушка там, цель какая-то. Но это же детские бластеры. Здесь важнее скорость стрельбы. Поэтому они решили убрать это. Такое допустимо. То есть, иногда даже специально делают, зажимают, да, спусковой крючок. И вот так вот начинают стрелять. Чтобы стрелы летели одна за другой. Ну, вот здесь должен быть шквал стрел. Потому что здесь вообще не нужно ждать и нажимать спусковой крючок. Но зато прицелиться будет практически невозможно. Потому что... Ну, вот видите, колебания такие. Примерно так я играю с нерфами, да. Лучше не играйте со мной. Стрелы нерф. Сами по себе. Ну, они не нерфовские, но поднерфовские. Понятное дело, что они сделаны как у нерфа. Но запакованы как у Air Warriors. Я забыл, да, вам сказать, что это Air Warriors. Название, наверное, надо написать. И как минимум ссылочку найти на него. Если он еще придается. Потому что их быстро разбирают. Там новые модели выпускают. А вот у меня уже какое-то время лежит. Полгодика, наверное, уже зимы. Вот. Такие 40 стрел. Я обожаю эти стрелы. На самом деле они очень крутые. Несмотря на то, что они сделаны некоторые не супер аккуратно. Где-то есть подтеки, небольшие клея. Но они одни из самых лучших стрел. Они летят очень круто. Даже круче, чем некоторые нерф стрелы. Круче, чем белые, как минимум. И там какие-то еще там, ну, некоторые стрелы нерф. Это супер крутые стрелы. Плюс их очень легко найти. Из-за того, что у них... Что это? Они магнитятся еще, что ли? Что это было странно? Или они просто прилипли друг к другу. Мне показалось, они примагнитились. Но нет. Плюс в том, что у них желтый этот наконечник и синий. Их очень хорошо видно на любой поверхности. В траве, везде они находятся. И супер круто летят. Их сделано здорово. Вот. Такой вот баланс у них, видим. И там аэродинамика хорошая, наверное. Не знаю, как правильно это сказать. Но вот, да. Мне нравятся эти стрелы. И здесь их 40. Это круто. Это круто. Много стрел не бывает. Они, вы знаете, честное слово, много стрел нерф не бывает. Они постоянно все время где-то. Вот. Так что, сейчас давайте вот сюда. По одной. Здесь, конечно, только утомительно. С маленькими бластерами, что хорошо. Например, у которых магазины есть. Там на 10 стрел, или на 6 стрел, или даже на 12 есть магазины. И ты можешь, во-первых, несколько магазинов с собой носить. Да, там. А во-вторых, ты быстро зарядил. 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Уже вот сейчас магазин был бы завершен. А мне придется вот это все заряжать. И когда это все расстреляют, я думаю, это произойдет довольно быстро, то придется потом грустненько все это обратно запихивать. Еще такой момент эстетический. Небольшой. То есть, если у вас закончится такого цвета стрелы, или вы там их спутаете, смешаете, то вот они вот будут так вот разноцветные торчать, и это будет, ну, не очень красиво. Я хотя не думаю, что кто-то в нерф войне думает о красоте, о расположении стрел. Точнее, может быть, кто-то и думает, но первые 15 секунд общения с нерфом. Ну, вот так, один барабан, внушительно. Дали бы они возможность по одному барабану переключать, было бы круто. А вот так сиди, сейчас вот реально очень-очень занудное занятие. Сиди, запихивай эти стрелы сюда. Чего я критикую так сильно? Во-первых, это всего лишь игрушка. Во-вторых, это игрушка, которая стоит, по сравнению с нерфами, копейки. То есть, все Air Warriors, все бластеры вот этой фирмы, они очень дешёвые. Это их фишка в том, что они недорогие и, в принципе, качественные. У меня не было ещё, по-моему, ни одной прям серьёзной промашки с ними. Вот так вот выглядит. Здорово, круто, внушительно. Можно обстреляться этими стрелами. Обстреляться. Не перепутайте, я именно это сказал. И, ну, я думаю, что надо сразу пойти уже на улицу. Ну, не сразу, а вот теперь можно пойти на улицу. И проверить дальность рыбы, скорострельность, и вы всё сами увидите. Вот так выглядит, да, этот мир вне стен дома. Ну, ладно, хорошо. А, бластер в руках. Я не понимаю, он у меня заведён или нет. Вот, кстати, это минус первый. На середине, видите? Давайте попробуем выстрелить. А, по одной. Как вы видите, стреляет по одной. Да, стреляем мы просто вот так, и всё. Не нажимаем спусковой крючок. Можно даже, не знаю, как-нибудь так держать сверху. Если вдруг надо кому-то держать вот так сверху, и вот так вот делать лицо обязательно. Нет, 20 метров он примерно летит, этот патрон. Вот, мы сейчас посмотрим, как они кучно упадут. Не знаю, надо было какую-то мишень поставить. А где Стасик? Наверное, он гинул куда-то. У меня была мишень Стасик, если кто помнит. Давайте так, от первого лица такой вот. О, представим, что там враги. Да, 20... У-у-у, вот это даже дальше. 20 метров спокойно пролетает. Так, не надо, только стрелы к соседям. Да, он разбирает из двух сразу, из одного по очереди, из одного, из другого, из одного, из другого. Давайте попробуем на скорости, так? Только если рука слетает, а так вы видели, очень быстро. Такой обычный миролюбивый тест, попробую попасть в камеру. Можете пригибаться, если вдруг попадёт. Но на самом деле, стрела вас не долетит, потому что у вас экран защитный. Пришлось так барабан руками дёргать, потому что заклинило. Теперь отклинило, вроде. Да. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Прицельно с такого расстояния, где-то с 17 метров, не попасть. Ну, потому что, опять же, говорю, вот это вот невозможно прицелиться. Ещё очень больно давит на палец. Вот здесь вот это, опять же, неудобное. Рукоятка неудобная, ужасно. На палец давит. Проще вот так держать было бы. По поводу кучности вы сами всё сейчас можете видеть. Вот они как летят. Кто куда, ищи теперь. Ищи свищи. О, видите, некоторые даже там. Наверняка где-нибудь ещё есть. В общем, вот, кучность такая себе. Начал было заряжать уже, собирать стрелы. Ещё, я, кажется, не заметил, что он пропустил несколько стрел. Это, видите, пропущенные, пропущенные. То есть, осечки, так сказать, были. Потери после первого теста составили 8 стрел, что довольно много. Да. Ну, это учитывая, опять же, вот эту вот хаотичную стрельбу. По-моему, вижу ещё одну стрелу. И хаотичную стрельбу во все стороны подряд. И довольно плохую кучность, разброс. Наверняка одна ещё стрела за забором. Вот, давайте всё-таки выясним, с какого расстояния можно попасть. Чуть-чуть-то кучненько хотя бы. Давайте с 10 метров сочетаем. С 10 метров попал всё-таки. С 20 вы устроите просто дождь и стрел, но они все пойдут куда угодно. С другой стороны, противник будет дезориентирован. Дезориентирован куда же? Куда же летят стрелы? Вы сами будете, правда, не знать, куда они летят. Вы бы скажете, что это ваш хитрый план. Ещё немножко постреляем от первого лица. Вот опять заклинило что-то. Что-то заклинило-то опять, а? Всё, вроде все дострелял. Ну, это быстро. Это реально быстро, скорострельно. И много стрел вылетает. Ну вот, стоило мне закончить, снимать, как вышло солнце. Нельзя было до этого. Я бы тут на солнышке был, а так... Ну ладно. В общем, посмотрел по поводу стоимости. Сейчас, к сожалению, именно этот бластер практически везде закончился. Но я его брал за 24 доллара. Ну, то есть, понимаете, да? Умножите сами на курс на сегодняшний день. Потому что меняется всё время. Есть, зато, других куча бластеров от Air Warriors, которые стоят примерно так же. Или дешевле, или чуть дороже. Ну, в общем, вот, мне кажется, что вот дороже брать, чем там за 30, даже максимум 40 долларов такой бластер, я бы не стал. Но, вот, за те деньги, которые они предлагают, и там, и за 15, и за 19, и за 25, такие бластеры, это прям супер. Даже с учётом доставки. Потому что неофовский бластер такой будет около 5 тысяч. Стоит, может быть, 3,5, но никак не 1200, да? То есть, опять же, ну... Ну, ну, вот так. Вот, а ну, а дальше смотрите, выбирайте сами. Я показал вам очередной бластер от Air Warriors. Можно искать на Walmart, на Amazon, Kmart и так далее. Посмотреть по-разному, посёрфить магазинам через Google и так далее. А может, у нас уже что-то продаётся. Всё, а я пошёл загорать. Пока. Наверное, сейчас ещё соберусь. Сниму один обзорчик. Ставьте большие пальцы вверх, поддержите, будет больше нёрфов. И через несколько дней его выложу. Ну, пока. Ладно, до встречи.